Притчи, 23 глава, 4-й, 5-й стихи. «Не забудься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и, как орел, улетит к небу». Эти слова принадлежат самому богатому человеку. В мире царь Соломон, о котором написано, что «премудрость и разум дается тебе, а богатство и имение и слава у тебя будут такие, которых не было у царей прежде тебя и после тебя никогда не будет». Люди платят очень большие деньги, чтобы поехать на конференцию какого-то миллионера, узнать и почерпнуть формулу успеха. Перед нами человек, у которого рабы были миллиардерами, и он раскрывает нам формулу успеха. В расширенном переводе это место будет звучать следующим образом. «Не доводи себя до утомления и изнеможения, чтобы нажить богатство. Измени образ своего мышления. В противном случае ты потеряешь свою свободу и попадешь в рабство мамони». Дело в том, что на то, на что мы смотрим, или то, о чем мы мыслим, в то и облекаемся. Однако истинная причина того, почему, желая нажить богатство, мы не можем получить его, заключается в том, что мы смотрим на него с неправильной позиции. В силу чего богатство, призванное быть нашим рабом, трансформируется в нашего Господина и обращает нас в свое рабство. На самом деле, свободу, которую мы думаем обрести в богатстве, находится только во Христе Иисусе. И если нам удастся поместить себя во Христа, а Христу, в свою очередь, позволить поселиться в нас, богатство сделается нашим рабом, и не мы будем служить Ему, а Оно будет служить нам. А посему, чтобы не позволить богатству овладеть собою, нам необходимо позволить Христу овладеть собою. А это происходит тогда, когда мы чтим Бога, поклоняемся Богу и ставим себя в зависимость от Бога. А такое конкретное действие с нашей стороны происходит, когда мы с благодарением и в соответствии установленных Богом норм отделяем свои десятины и приношения из тех средств, которые Бог позволил нам заработать. Власть над богатством или успех в материальной сфере начинается тогда, когда мы начинаем работать как для Господа и благодарим Его за доверенное нам то малое, за тот малый достаток, и стараемся жить в соответствии полученных нами средств. И тогда верность в малом даст Богу право доверить нам многое. Вот такие слова обращает к ним сегодня апостол Аркадий, и здесь он показывает нам формулу успеха. Если у вас бы спросили, ну вот, ты прочитал, теперь скажи мне формулу успеха. Формула успеха заключается в следующей фразе. не свобода находится в богатстве, а богатство находится в свободе. Еще раз. Формула успеха нам сегодня предлагает ее наш пастырь совершенно свободно. Не надо никуда ехать, не надо тратить время, не надо сидеть на конференциях, с людьми, обремененными и поклоняющимся к князю Мамоне. Вот формула успеха. Не богатство делает нас совершенными и свободными, но свобода делает нас богатыми. В свободе находится богатство. Свобода обретается во Христе. И как определить, обладаем ли мы этой свободой? Только тогда, когда мы начинаем работать и делать работу, как для Господа. И все то, что мы получаем, мы из этого чтим Бога десятинами и приношениями и учимся жить только согласно достаткам. Когда человек не может жить согласно достаткам, когда он набирает массу кредитных карточек и начинает им манипулировать по-всякому. То есть можно использовать кредитные карточки как инструмент, если у нас есть определенное образование финансовое, но сего нету. Это западня и рабство. Ведь кредитная карточка была дана банками для того, чтобы сделать вас богатыми. Кредитные карточки были даны, чтобы убрать у вас с ваших аккаунтов деньги и сделать нас бедными, а их сделать богатыми. Поэтому, святые, будем помнить эту формулу, что не в богатстве находится свобода, а в свободе находится богатство. И мы уже находимся в этой свободе. Мы сейчас будем петь псалом и благодарить Бога, святые, что мы уже находимся в свободе. Мы уже довольны тем, что Бог позволил нам иметь. Мы уже делаем работу, как для Господа. Мы уже сегодня, находясь в свободе Христовой, можем жить по достатку и благодарить Бога за то немногое. И Господь нам доверит в свое время многое. Но надо сначала показать Ему верность в немногом. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом и прославлять Господа нашего, в котором мы обладаем и обретаем полную свободу. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Я молю Тебя прямо сейчас Да откроются Твои небесные окна И да придет благословение Твое до избытка На Твой искупленный народ Во имя Иисуса Христа Аминь, аминь Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok